На сегодняшний день около миллиона детей уже прошли так называемое обучение в юноармии. Спустя три недели полномасштабного вторжения России в Украину, этих подготовленных резервистов, достигших призывного возраста, стали настойчиво приглашать в военкоматы. После отправили воевать в Украину. Известно, что как минимум трое юноармейцев уже погибли. Среди них Даниил Турапов, 21-летний рядовой из Костромской области. В 2018-м стал прилежным юноармейцем, а в марте этого года погиб на территории Киевской области. Там же стал грузом 200, и 19-летний Максим Миков из Хабаровского края не вернется с войны. В Украине бывший юноармеец Александр Кашин из Свердловской области не смог поступить в военную академию, но стал контрактником и спустя три дня боевых действий был ликвидирован под бучей. Ну и как промывка мозгов в таких организациях, как юноармия, скажется в будущем на российских детях, об этом мы поговорим с Ириной Седовой, аналитиком Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Ирина. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Ирина, смотрите, два года назад Госдума Российской Федерации утвердила предложение Путиным изменения в закон про образование, касающийся военно-патриотического воспитания молодежи. Для чего? Чтобы вот в принципе сформировать уже ребенка, настроенного на войну, прямо со школы? На самом деле начинается формирование, настроение детей на войну даже с детских садиков. Мы изучали это на примере Крыма оккупированного, потому что все эти законы, к сожалению, уже восемь лет распространяются и на территории Крыма, и Донбасса, оккупированных Российской Федерацией. И даже в детский сад уже приходят военные и рассказывают, какая прекрасная российская армия, как нужно ее любить и уважать. И, конечно, система образования по полной программе вовлечена в эти процессы и в России, и на оккупированных ею территориях. И выделяются огромные бюджеты на то, чтобы в каждой школе, например, формировались отряды юно-армии. То есть это бесплатное позашкольное образование. То есть когда дети должны после школы предоставлять такую возможность бесплатно учиться и становиться юно-армейцем. Поэтому, конечно, да, все эти изменения в законодательстве, мы за ними наблюдали восемь лет, изучая эту проблему. И они все были направлены на то, чтобы психологически детей готовить к войне. И теперь, когда эти дети вырастают, они готовы уже воевать. И здесь я бы хотела акцентировать внимание на том, что все эти действия на территории России – это просто преступления. Я это называю изнасилование мозгов детей. На оккупированных территориях это еще и есть военные преступления. Потому что на оккупированных территориях склонять детей к тому, чтобы они были готовы служить в армии оккупирующей державы – это военное преступление, запрещенное международным гуманитарным правом. К сожалению, Российская Федерация плевать хотела на все эти законы. И все эти восемь лет она зомбировала крымских и донбасских детей на оккупированных территориях на то, чтобы они тоже становились юно-армейцами. А потом вырастали и добровольно шли в армию. На самом деле не добровольно, а просто с промытыми мозгами. И они все стали жертвами вот этой информационно-психологической спецоперации, которая имеет миллионный бюджет. В прямом смысле мы изучали, сколько это стоит. Это очень дорого. И вместе с российскими детьми и теперь наши украинские дети, к сожалению, тоже стали жертвами этого военного преступления. Идут против Украины, против своей страны. То есть получается, Ирина, что их не только взращивают, чтобы быть готовыми воевать, но взращивают у них также в Крыму, я имею в виду, на оккупированной территории, на Донбассе, вот эту ненависть к украинцам, верно? Да, конечно. Одна из основных составляющих всей этой пропагандистской машины и подготовки – ненависть. То есть детям внушают ненависть, им четко очерчивают, кто есть врагом. То есть они говорят, что украинцы – наши враги, что украинцы – это бандеровцы, фашисты, что Запад условный, такой обобщенный – это тоже наши враги. И нужно готовиться, чтобы умереть за Россию с оружием в руках, защищаясь от врагов. То есть вот такая вот составляющая. И это не работало бы так сильно, эта пропаганда, и так сильно бы не забивало мозги детей и не спонукало бы идти их в российскую армию, если бы не было ненависти. То есть огромный пласт работы по этой пропаганде, они называют это военно-патриотическим воспитанием. На самом деле это информационные войска России, которые вдалбливают в голову детей ненависть к украинцам, к украинским татарам, мусульманам. И даже к другим конфессиям, всем религиям, кроме Русской Православной Церкви, тоже внушается ненависть. И потом вот эти дети, напитанные этой ненавистью, напитанные вот этой военчиной, они просто думают, что они идут воевать добровольно. Хотя на самом деле их мозги просто уже оккупированы, к сожалению. Сначала Россия оккупирует мозги неподготовленных юных детей, которые безоговорочно верят взрослым, начиная с 5-10 летнего возраста. А потом эти дети уже с оккупированными мозгами идут оккупировать другие территории. К сожалению, работает это именно так. А вот вы сказали, что при каждой школе пытаются создать вот эти юнормии. Ну, что вам известно, вот какими плюшками они туда заманивают? Ну, я не знаю, там, лучшие оценки обещают ставить. То есть, ну, как бы дети, они вот, в общем-то, такие еще люди колеблющиеся, да? И вот, в общем-то, между посидеть где-то на паре, они выберут там пойти погулять мороженое скушать. Вот чем они заманивают туда? Ну, смотрите, многие регионы России живут очень бедно. А здесь им предлагают бесплатный досуг. Можно поехать в какой-то другой регион России или в Крым, например, купаться, ходить с троем, веселиться, петь какие-то песни. Тебе приедет дядя в военной форме, покажет автомат, расскажет, как из него стрелять. Тебя научат прятаться в лесу, тебя научат выживать в лесу. И все это абсолютно бесплатно. Родители некоторые просто счастливы, особенно в России, вот из этих нищих регионов, что их ребенок будет чем-то занят целый месяц, и им за это не нужно будет платить. Точно так же в течение года этих детей постоянно возят на какие-то слеты юноармейские, какие-то конкурсы для них устраивают, в том числе и творческие. Сейчас они пишут письма и рисуют рисунки российским солдатам, эти дети, из Крыма в том числе, да? За правду, естественно, через букву «З». У них там вот эти все шоу. То есть это постоянный какой-то праздник для ребенка, причем бесплатный для его родителей. Это очень четко рассчитанная пропагандистская кампания. Все это финансируется, еще раз повторюсь, через бюджет Российской Федерации. Даже президент Путин, сзади, 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 сзади. Они проводят регулярные выставки военной техники. Сейчас вот из свежего, да, то, что уже после вторжения волномасштабного началось, что эти боевики теперь привозят разнообразное оружие, которое они там нашли, ну, или которое им выдают, чтобы воевать с Украиной. И показывают этим детям эти виды разнообразного оружия. То есть сейчас летом они проводят вот эти лагеря для этих детей. И теперь уже более серьезный уровень все это вышло. Потому что сейчас дети уже шьют носилки для раненых. Они сейчас уже учатся тактическому ведению боя. И это все приобретает уже еще более угрожающий масштаб, чем это было 8 лет. В предыдущих нашей войны в России. К сожалению. А в Крыму около 30 тысяч, да, уже детей, вот эта цифра, она соответствует действительности, вступили в эту юнармию? Или же вот эти цифры, цифра может быть выше вот за счет тех, кто вот таким образом к праздникам их потихонечку приобщают, но еще там не вписывают в статистику? На самом деле официальные статистики, ну, сложно собрать, потому что Российская же Федерация все время врет, а других источников информации у нас, к сожалению, нет. Но у них была задача амбициозная, что через несколько лет в каждой школе будет отряд юнармии. То есть можно посчитать, да, сколько у нас школ, сколько там учатся детей. Понятно, что не все дети вовлечены в эту деятельность. Конечно, есть в Крыму и на Донбассе очень много патриотических родителей, патриотичных, которые любят Украину и ждут, когда наши войска освободят эти территории. Они своих детей туда не пускают. Но, к сожалению, часть детей при каждой школе ходят в эти кружки. Я не могу сказать вам точно цифру, потому что это не очень просто посчитать. А вот в оккупированном, извини, просто я хочу уточнить, вот мне интересно ваше мнение, в оккупированном Мариуполе, вот они еще там не успели завалы разобрать, а уже создают вот этот вот кружок этой юнармии, и уже первых девять детей туда приняли. Это пропаганда вот больше? Зачем это делается? Нет, это не пропаганда, это очень важно, им сейчас очень важно сохранить оккупированные территории. Для того, чтобы сохранить оккупированные территории, нужно оккупировать мозги. Если в Крыму уже дети и родители, и взрослые, многие морально верят в эту картину мира извращенную, что Россия прекрасная страна, все остальные враги, особенно украинцы, то в Мариуполе патриотично настроенные дети, которые 8 лет получали правдивую информацию из независимых медиа и взрослые. И сейчас их убедить в том, что все наоборот, очень сложно, и поэтому они начинают вот эти свои информационно-психологические операции, и в том числе с подходом к детям. Сейчас, когда люди там нищие, голодные, и кто-то предложит их ребенку еду и какой-то отдых, и какую-то там реабилитацию, они же это все прекрасно прикрывают враньем, про то, что они заботятся о детях, то, что они детей учат взрослеть. Программа, которая воспитывает детей, понимаете, они оккупируют их мозги. Поэтому некоторые, к сожалению, в это верят. Я не знаю, в Мариуполе, ну, кто-то же отдал этих детей. Мы просто всегда призываем всех, кто сталкивается с этой юной армией, и вообще с этой всей военщиной российской, и родителей имеется в виду, как можно дальше держать своих детей от этого ужасного информационно-психологического ада, в который вовлекают детей вот такими вот пряниками, вот такими вот враньем, вот таким заманиванием. Это очень опасно, потому что потом просто это может привести к смерти вашего ребенка, когда он вырастет, как вы уже показывали в своем сюжете, что дети, которые начали получать эту пропаганду 8 лет назад, вот они выросли. Им было 10, сейчас им 18. И некоторые, к сожалению, из оккупированных территорий идут добровольцами сейчас, потому что они видят только ту картину мира, которую им показывает российская пропаганда. В том числе и священников туда вовлекают. Есть же эти православные, тоже детей учат выживанию, основам разведки. И, значит, ну, по сути, это проводят это все священники и русские православные церкви. То есть когда тебе родители, потом из телевизора дядя в военной форме, потом учителя, потом священник, говорят все одно и то же, что за Россию ты должен умирать с оружием в руках, быть готов, потому что вокруг враги, и украинцы самые главные враги. Дети верят, потому что они другой, к сожалению, альтернативной точки зрения не видят. Это сейчас, когда блокированы все медиа, другие, да? Если можно было раньше человеку, подростку или ребенку зайти в ТикТоке, там, инстаграм, и увидеть какую-то свою картину мира в своих пабликах, то сейчас в России это все недоступно, точно так же, как и в Крыму. Они даже VPN уже начали блокировать, к сожалению. И лютая ненависть, которая сейчас просто выливается еще больше, чем 8 лет, все эти, она никак не улучшает ситуацию, только ухудшает, к сожалению. Но вы абсолютно правы, 8 лет это уже достаточный такой вот срок, вот там многие дети уже выросли и не помнят, к сожалению, Украину. Может ли официальный Киев как-то влиять на эту ситуацию? Ну, я не знаю, вот как бы с прицелом на будущее, возможно? Больше артиллерии, деоккупировать территории, развалить Россию, и тогда мы сможем помочь этим детям, помочь им и проводить с ними психологическую реабилитацию. Ну, пока я других выходов не вижу. Ну, еще санкции, в которые уже мало кто верит, но, возможно, это как-то начнет действовать. Ну, настоящие санкции не на бумаге, не на словах, а такие, которые действительно помогут обрушить экономику Российской Федерации. Мы об этом уже 8 лет, сейчас просто об этом говорит больше людей, я надеюсь, что это как-то поможет. То есть очень сильная дипломатия, не ссориться с политиками, нашим можно власть. Ага. Спасибо. Спасибо.